Привет, Ворхникамье! В ближайшие пару минут, как и прежде, обсудим самые актуальные и волнующие новости с соседних городов. Начнем с Соликамска. Свыше 800 миллионов рублей, 600 из которых средства федерального бюджета выделят на рекультивацию городской свалки ТБО в южной части города. А именно в поселке Корнолитово и площадь свалки составляет 25,5 гектар. Работу планируют завершить в следующем году. 2023 год – отличное время для благоустройства учреждений культуры. На это выделено порядка 33 миллионов рублей. Так, в Прикамье планируется обновить 24 дома культуры. И в Верхней Камье не исключение. Отремонтировать зрительный зал и закупить новую технику для сцены планируют в Чердене, клуб села Серегово. В доме досуга в поселке Кусе-Александровский, в Кизеловском ДК, в культурно-деловом центре Кудымкара и в доме культуры Вишера. Переносимся в Кизел. Там местные управляющие компании стали лидерами среди других организаций – Кизеловского угольного бассейна. Так, в рейтинге среди местных организаций выделили «Уралпром Кизел» на 43-м месте и две другие компании – «Оникс» и «Жилстрой» – 71-е и 72-е место. В сравнении, на одной из управляющих организаций в Губахе заняла лишь 118-ю строчку рейтинга, а Гремячинский карат – лишь 283-ю строчку. Еще недавно мы рассказывали про школьников из Кизела, которые приняли участие в региональном проекте «Умею плавать». Накануне стало известно и о губахинских третьеклассниках, которые также участвуют в проекте. Теперь плавание для местных школьников – обязательный предмет. В этом году бесплатное обучение плаванию пройдут 110 учеников третьих классов – школ номер 1 и номер 14. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Екатерина Зибзеева и Дмитрий Воронушкин.